Хорошо, ну давайте, наверное, тогда напоследок расскажем, немножко дадим какие-то советы людям, которые хотят попробовать себя в моржевании, но не знают, с чего начать. Что бы вы порекомендовали? Самое сложное, самое сложное, это не в прорубь окунуться, а подняться утром, одеть спортивную форму и выйти за порог своего дома. Почему сложное? Ну вот, да, есть люди, которые устают ещё не встав с постели, поэтому вот психологически, если это шаг сделать, ну а дальше с собой полотенце, тапочки, газету, поскольку газета очень, бумага впитывает хорошо влагу. Так, а что вы с газетой делаете? А ноги вытирать, да, оно быстро впитывает влагу, чтобы ноги не остывали. И перед окунанием, ну минут 20, зарядку, разминку, да, может быть, это быстрая ходьба, спортивная ходьба, может быть, такой умеренный бег, но чтобы организм, так сказать, привести до состояния не пропотеть, то есть разогреть организм, да, чтобы не было пота, и затем можно в прорубь. Рекомендую, рекомендую каждому, рекомендую окунаться с головой. Сразу с головой? Рекомендую окунаться с головой, чтобы весь организм, попав во враждебную среду, боролся с этой средой, чтобы не сочковала ни одна клетка. Получается, потом выделяется тепло, да, вот я так предполагаю. Ну, конечно, кровь. Выделяется тепло, сердце начинает колотиться, ты краснеешь весь, вот такой покрываешься. Кровь приливает к коже, да, 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 да. Так, хорошо, мы выбрались из проруби, дальше что делать надо? Можно босиком в раздевалку, можно тапочки, которые приготовили сразу. Ну, если морозная погода, то ноги, в общем-то, примерзают мгновенно. О-о. Да, 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 если мороза, там мороз минус 15, то где-то они... Поэтому тапочки и быстро вытереть голову или одеть какую-то спортивную теплую шапочку. То есть нужно сразу же быстренько согреться? Ну, для тех, кто первый раз, да, вытереть, чтобы не было испарения. И расскажите, пожалуйста, ощущения. Я, как человек, никогда не бывавший в проруби, какие ощущения после того, как вы вывериваете? Я сейчас, в общем-то, уже не помню, да, как вот первые ощущения. Ну, люди, когда вот рассказывают, первый раз, когда окунаются, ну, заходишь в воду, первое, что впивается в тело, значит, тысячи каких-то маленьких иголочек, да. Окунулся, выходит, выходит, и прилив сил, прилив сил, поскольку, как я уже говорил, ни одна клетка не спит, все просыпаются, все клетки, все борются. Вот. И у человека сразу тепло, кровь по всем сосудам. И потом спрашиваешь, ну, как было? Не помню. Такое шоковое состояние, что человек не понимает. Не помнит этот человек, да. Но желание вернуться в прорубь все-таки есть? Думаю, у каждого. Думаю, у каждого. Страха не существует. Ни разу не слышал и не видел, чтобы человек после проруби, окунувшись первый раз, испытывал какой-то страх или потом на словах говорил, что больше он в воду не пойдет. Хорошо. А еще такой вопрос. Вы говорите на Комсомольском озере, вы окунаетесь в прорубь. А есть ли еще где-нибудь в Минске места, где можно вот так же окунуться? Или это только вот централизовано? Да тут и принуждения, в общем-то, не надо. Люди понимают, что это надо. А тут, если еще мнение руководителя совпадает, поэтому это будет сделано. А в Минске, да, на наших, на спасательных станциях, это на Дроздах. В Дроздах, на Минском море, на Вячи. То есть везде проруби будут. Но в любом случае, я так понимаю, что нужно искать те проруби, где есть станции освода, где есть спасатели на всякий случай. Вдруг мало ли что с человеком может случиться. Ну, да, с этой точки зрения абсолютно так. И, в общем-то, на спасательных станциях, ну, более-менее есть приспособленные места для того, чтобы переодеться. А, ну, цель нашего клуба и цель, в общем-то, тем, чем я занимаюсь, как председатель клуба, чтобы что-то стабильное, стационарное, постоянное в городе Минске появилось для морожевания. Но для этого надо показать, что есть много людей, которые вот таким видом оздоровления, закаливания или спорта занимаются. Отлично, хорошо. Так, ну и что ж, напомним, что 19-го числа ваш клуб приглашает всех желающих на Комсомольское озеро. И зрителей тоже. Окунуться, окунуться. Я думаю, что зрителей будет много, потому что действительно очень интересно посмотреть, как люди борят свой страх и идут туда, в пророк. Ну что ж, спасибо вам большое. Напоминаю, что в нашем эфирном часу сегодня мы говорили с председателем общества спортивного закаливания, да, называется правильно? Официально называется «Клуб закаливания и зимнего плавания» Комсомольского озера. С Владимиром Шульганом. Если вы хотите попробовать свои силы и окунуться в пророк, ждем вас 19-го числа на Комсомольском озере. И мы сейчас прерываемся на небольшую музыкальную паузу. В 12 часов выйдем с новостями спорта. Оставайтесь тут.